Я вам принесла подарок, чтобы все наши детки равнялись, ну так конечно не бывает, но быть похожими вот на этих ангелочек. И смотрите, у них футбольный мяч в руках. Мы в тематике сегодня. Это символ нашей сборной, они сейчас как ангелы. Как ангелы? Ангелы как ангелы. Они сейчас как ангелы. Но мы всех их любим. Ну что? Кирилл, а испытания? Испытания я сегодня... Надеюсь, она будет такой же милой. Конечно. Испытания сегодня я назвал «Кто глубже?». Боже, Кирилл! Ну, кто глубже сядет на шпагат? Марина Юрьевна у нас человек спортивный, я почти спортивный. А я в юбочке. А ты в юбке, тебе удобно. Я проиграла, мне кажется, уже. Итак, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы одновременно попросим сейчас оператора присесть, потому что сейчас будем ниже все делать. Оператор тоже, сядь, пожалуйста, на шпагат. Да. Костя глубже, по-моему. Итак, прям сразу ножка, одна ножка, какой всем, да? Вот такой вертикальный, наверное, всем удобнее будет делать, да? Итак, начинаем одновременно делать. Кто сдается, тот, короче... Кирилл, мне просто глубже не позволит юбка. Я всегда глубже делаю. Давай. Еще бы ты был в юбке. Марина Юрьевна. Я сдаюсь. Так, Лида сдал... Ну давайте начинать программу. Страну закрутил футбольный водоворот. Город готовится принять участие в обсуждении проекта стратегии развития Нижегородской области. Осаровские спортсмены в очередной раз поднялись на пьедестал почета. О чем говорит город, говорим и мы обсуждаем самое интересное, на наш взгляд, события минувшей недели. В эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Кирилл Васенин и Лидия Шулаева. Всем привет! Всем-всем привет! Все говорят только про футбол. Вообще только про футбол. Ничего другого в стране не происходит. Представляешь, каково людям, которые любят хоккей? Мне кажется, что они уже любят футбол. Наша сборная, впервые вообще в истории российской сборной, она вышла из группы. Поэтому, мне кажется, даже те, кто раньше не знал ничего про футбол, они сегодня уже болеют. Я для себя, знаешь, какой тезис подвел? Некий итог. Две игры, две победы. Честно, я не помню такого у российской сборной. Я не помню, чтобы наши выиграли две игры подряд. Хоть когда-нибудь. На самом деле вообще... Хоть где-нибудь. Играли-играли, раз играли, выиграли, ничего себе. Вторая игра, бам, выиграли. Ощущение, что мы живем в какой-то параллельной вселенной. Мне кажется, что, может быть, нам всем снится сон, и мы проснемся, потому что, ты прикинь, две игры, восемь забитых голов, и один, один пропущен. У нас лучшая статистика на чемпионате. Что происходит? И в этот момент раз люди все выходят из комнаты, такие, ааа, опять же, опять Саундская Аравия, восемь ноль проиграли. А ты помнишь год 2008 этот был, да, чемпионат Европы? Я не слежу за супом, я очень тяжело. Когда российская сборная, да, совершила маленькое чудо, выйдя из группы, тогда они попали на Голландию, им говорили, да ладно, выйдут из группы, попадут на Голландию, там все сломаются, поломаются. Но мы обыгрываем Голландию со счетом 3-1, и тогда был очень популярен вот эта вот картиночка Васьки, тогда Аська жила. И все друг другу вот этих желтых уточек друг к другу слали, это как символ Гуса Хидинга был. Вот сейчас новая тема, да, вот хэштег «Ты просто космос, Стас», ну и усы победы. Я очень смелась, когда после игры с Египтом на весь стадион в Питере заиграла, в Питере ждала, заиграла, мы просто космос, я прям, было уже поздно, я думал, заржал в голос. Жена вышла, спросила, что, что ты ржешь во весь голос? И говорит, очень смешной момент. Но на самом деле не все поняли, у кого-то Станислав и Стас не соотнеслись и не догнали, что происходит. Что-то. Ну, этот чемпионат мира преподносит дофига сюрпризов. Какого плана сборная Германии, которые были чемпионами, проиграли? Беда-беда. В Мексике? Ну, это да, это то самое чемпионское проклятие, о котором говорят комментаторы, что предыдущие чемпионы, они не выходят из группы. А мне очень понравилось, что немцам ничего не светит в России, никогда. Ну, не знаю. Дорогой мой Кирилл, в футбол играют все, выигрывают все-таки немцы. Давай дождемся финала чемпионата и посмотрим. Ну, а пока вся страна... Ты только что скажешь, что немцы в футболе, это как канадцы в хоккее. Да, да. Немецкий футбол, он может быть местами скучный, но он очень четкий. Ребята играют без боев. Немецкая машина, не случайно же их так называют. Немецкая машина у нас что? Не ломаются. Ну, в последнее время так себе, конечно, мерседесики с BMW-шками-то. Сказал Кирилл, который ездит. На Хендай. На Хендай. Надо признать, что сборная действительно нас приятно удивила. Даже самих себя, насколько я знаю, они тренировочную базу не проплатили дальше, чем на период группового этапа они сами не дали. Судружно ищут деньги в карманах сборной. Ребят, ребят, давайте 20 рублей не хватаем, чтобы продлить базу. Дудь видел, да, переобулся прямо у себя в Инстаграме. Показал, тоже поставил хэштег. Ты просто Космос, Стас. За такую сборную приятно болеть. Даже если они проиграют, они все равно сделали. Они уже молодцы. Они уже подарили нам праздник футбола. Но одна интересная тенденция смущает многих россиян. Сопоставь события последних дней с победными матчами. Когда произошла первая победа, что с нами? Что мы узнали? О чем? Поднялся на 2% НДС. И увеличился пенсионный возраст. Да, увеличился пенсионный возраст. Вторая победа. Поднялся, значит, госпошлина на получение водительского удостоверения. И тут случайно я узнал, что оказывается еще... На водительское удостоверение тоже. Ну, это да, и пересматривается цена за одну единицу алкогольной продукции крепостью свыше 40, по-моему, процентов. Вот, Кирилл, мне очень страшно, что будет... Представляешь, мы выходим из группы, попадаем на Испанию или Португалию. Вот, если это будет победа, это будет очень громкая победа. Боже, а если мы дойдем до финала, Кирилл? Страну... в стране повернется вспять денежные потоки. Работники будут платить работодателям за то, чтобы приходить на работу. Все будут счастливы, а единороги будут скакать по улицам. Отойдем от футбола. Все-таки, все-таки, чуть-чуть куда-нибудь, в какую-нибудь еще сторону. Предстоит нашему городу принять участие в обсуждении проекта стратегии развития Нижегородской области. Так, а мы там чего, каким образом? Саров находится в Нижегородской области, Кирилл. А это я знаю, я понимаю. А мы-то там каким образом? Интересно то, что стратегия эта разрабатывается до 35-го года. Так. И глава региона решил привлечь к обсуждению этого документа вообще просто всех заинтересований. Интересованных людей. И готовый проект, он сейчас размещен на сайте правительства Нижегородской области. И в каждом городе области проходят общественные обсуждения. То есть все желающие, они могут прийти на эти общественные обсуждения и поделиться своим мнением. У нас в городе тоже существует рабочая группа. Бизнесмены, предприниматели, просто активные жители, да, они входят в эту рабочую группу, высказывают свои предложения, каким бы они хотели видеть город, что нужно развивать в городе, чтобы он стал более интересным, более привлекательным для жизни здесь. Ну вот смотри, вот тебя позвали в такую комиссию, ну их к примеру. Тебя позвали в такую комиссию, говорят, Лидия Валентиновна, ваше предложение. Как сделать город более интересным? И ты такая, а у меня есть рецепт. И держите, вот сейчас, ну. Ты знаешь, я была на заседании такой рабочей группы, правда, в качестве журналиста, я не предлагала, я сидела и слушала. И основная мысль, которая звучала вообще от людей, что да, можно, конечно, много говорить о создании каких-то новых инновационных предприятий, о создании новых высокотехнологичных рабочих мест, но все это вторично. Нужно привлекать в город человеческий капитал людей, то есть, ну вот создастся предприятие, там нужно будет, появится 100 высокооплачиваемых мест, каких-нибудь там информационщиков, а у нас в городе просто нет. И чтобы привлекать в город молодых, перспективных, интересных специалистов, профессионалов высокого уровня, нужно развивать, прежде всего, городскую среду. Нужно, нужно четкое понимание, что в этом городе есть где отдохнуть, что в этом городе есть где заниматься спортом. Кирилл, у нас один кинотеатр, у нас один каток, который работает в зимнее время, и то два часа для горожан. У нас даже нет секции фигурного катания, например. У нас один большой стадион, на котором тоже не всегда есть время, где заниматься. И вот даже просто прогуляться, у нас одна набережная, которая вот создается, это Саровская ривьера. Вот где еще погулять? И должна развиваться городская среда. И вот эта мысль, да, она все время звучала на рабочей группе. Я вот конкретное предложение, ребят, вот давайте так сделаем. Ты знаешь, я была на такой, на установочной встрече, где такие направления, они только обозначались. 28-29 июня в нашем городе пройдет сессия стратегического планирования. Приедет как раз Глеб Никитин. Его губернатор области на данный момент. Вот, приедет Алексей Лихачев. Это глава. Росатома, да. И на этой сессии, в этой сессии примут участие и представители власти, и представители города, и они будут обсуждать. И я думаю, что мы все узнаем. Ты знаешь, мне по поводу вот этого комфортной среды и всего прочего, всегда хочется задать вопрос. А вот сейчас планируются какие-то жилые застройки делать в городе, там, северные территории развивать, развивать территории, которые будут там... Мы не идем на север. Пока. Ну, я вообще имею в виду. Мы идем на восторг. Мне вот интересно, вот в этот момент, как делают это во многих городах, будет ли сразу изначально закладываться вот в эти вот все... Та самая комфортная среда, чтобы я вышел из подъезда и как в Саровской ревере шагнул на газончик, и хорошо. Или все-таки будут в первую очередь, давайте поплотнее, побольше квадратных метров построим? На самом деле, да, есть нормативы, которые прописаны, и они на данный момент предполагают достаточно высокий уровень организации городской среды. Но как это будет реализовано на деле, неизвестно. Просто что в очередной раз победит? Очень многое зависит от добросовестности застройщика. Вы говорите, что в этой стратегии победит? Финансовая составляющая некоторых, финансовая выгода некоторых ее учредителей и организаторов? Или все-таки действительно в первый раз в жизни или в второй раз в жизни будут делать для людей что-нибудь? Я верю, что будут делать для людей. Я вообще верю в лучшее, я верю, что люди лучше, чем мы о них думаем, и все будет даже лучше, чем мы предполагаем. Вот я такая странная оптимистка. Все СМИ, городские, региональные, федеральные обсуждают только одно событие – чемпионат мира 2018. Хотя нет, политики нам иногда тоже подкидывают новости, которые находят отклик в сердцах россиян. Ну а что происходит у саровчан? И какие новости у жителей нашего города мы узнаем сегодня. Пойдемте спросим. Ну вот сейчас саровский котельон проводит, в том числе мой муж, он один из организаторов. Он и дочь танцует, исторические танцы. Мы в данный момент вообще работаем в трудовом лагере, нам в принципе это очень нравится. Кто на даче, кто в футбол, кто чем занимается. У меня есть мечта – получить целый сервиз посуды из уранового стекла, но мне ее никто не хочет покупать. Еда, побывавшая в радиоактивной посуде, не становится радиоактивной. Это факт. Дом, работа, ремонты. По фэншую или пофигу? По фэншую есть пофигу. Артем, что у тебя происходит в жизни? Раз-раз. Артем, прием. Электросамокат. Приобрел себе на лето игрушку, чтобы на работе кататься. Дело в том, что мы сами в гостях просто. Просто давно тут не были, да. Ну, может быть, все равно все-таки что-то удивило, а мы уже привыкли, глаза мылились. Ну-ка скажите. Дома, например. Вот, где мост, мост сделали, который. Там дома очень красивые. С панорамными окнами вот эти пятиэтажечки. Вы прямо железный человек. У вас ничто не удивляет, ничто не колышет. Как живет с такими крепкими нервами? Отлично. А к нашему спортивному сегодняшнему соседскому вай-фаю подключился наш гость. Это заслуженный тренер Российской Федерации Марина Мачкаева. Здравствуйте, Марина Юрьевна. Здравствуйте. Давайте начнем вообще с приятного. Нас радует не только российская сборная, но и воспитанники спортивной школы ИКАР. Я знаю, что вы приехали с какими-то радостными новостями. Расскажите, где победили, кого победили. Две наши саровчанки, это Девяткина Мария и Иришева Евгения, были включены в состав Нижегородской сборной и выступали на Песта России в городе Калуге по легкой атлетике. Ну и как результат? Девочки наши молодцы, но они еще и юны, потому что саровани проходили среди учащихся 17-16 лет. Одна у нас девочка совсем 04-го года рождения, Иришева Евгения, она очень молоденькая, самая молоденькая была в команде. Девяткина Мария, она тоже на год моложе, чем старшие участники на Песта России. Ну, в доля дня. Да, но неважно. Нас включили, мы уже молодцы. Девяткина Мария три дня выступала. Сначала бежала свою дистанцию 400 метров, потом бежала эстафету 4 по 100, потом через полчаса сразу 4 по 400. А так можно? Она на первенстве ПФО «Золото» же, да, взяла? Она у Маши там вообще, мне кажется, вся стена в медалях. Она каждую неделю куда-нибудь ездит и что-нибудь откуда-нибудь привозит. Она молодец, она научилась ставить себе высокие цели и стремиться к ним добиваться этих целей. Маша почему тяжело было в этом году? Потому что до этого она бегала спринт 100-200, а теперь вся наша Россия отходит, сравняемся на Европу, 200 метров отменяют. И мы перестраивались на 400 метров, потому что уже идет и 400 метров. Где-то по-другому надо силы распределять уже. Да, и эстафеты уже не 4 по 100, а 4 по 400. Вот, и поэтому она по халбу здоров. Маша, не зазнайся. Вот в ту камеру. Маша, не зазнайся. Да вас не ловит. Мы так быстро начали разговор, Кирилл, о победах. Может быть, мы подключим нашего гостя к соседскому Wi-Fi? Пароль у нас спортивный победный. Спортивно победный. Золотые медальки. Вот такой у нас сегодня пароль. Набирайте. Ну, а мы пока продолжим наш разговор. Мы с Кириллом тут в прошлой передаче рассуждали на тему того, что большие чемпионаты такие, они всегда дают какой-то стимул для развития спорта, в том числе детского. Это чувствуется, да, какой-то повышенный интерес к спорту со стороны детей, со стороны родителей? Или вот ровно проходит чемпионат отдельно? Мухи отдельно. Да, дети отдельно. Детки следят, конечно, все. И до начала матча, там, не забудьте все, на касс, все, садимся, смотрим. Потом сразу же пишут, все 20 человек, ура, ура, последний матч, все там кто что мог, всякие смайлики, все было прописано. И после, когда пришли уже, ну, вот у нас в данный момент проходит спортивный летний оздоровительный лагерь, в лагере все, первые слова ты видел, ты знаешь, то есть... Ну, вот интерес к спорту в эти периоды, он возрастает, потому что кажется, что спортсмены сейчас на высоте, вот, и я тоже отдам своего ребенка в спорт, неважно, там, в футбол, в легкую атлетику, в хоккей, в теннис, куда угодно. В художественную гимнастику. Да, и этот ребенок потом выстрелит, или нет? Нет, я думаю, что после чемпионата мира по футболу, конечно, наш футбол должен подняться, тем более у нас Стасик вообще красавец. Да? Вы же поняли эту шутежку про... Конечно, просто космос, Стас! Так, нас уже трое, ура! Если вы тоже почувствовали эту шутежку, напишите нам в комментариях. Да, ставьте хэштег. Да. А еще можно вот так вот усы сделать, и мы поймем, что вы с нами, и вы поддержите... Мы уже опустили руки, думали, что все, но нет у нас в футболе настоящего тренера. А сейчас у нас появился настоящий тренер по футболу. Наш, российский. Да, и сейчас все попрут сразу же в футбол. А болей у нас достаточно везде. Ну, ты на самом деле вот смотришь, в экран смотришь, или там люди сейчас на тревогу, это другой футбол, не тот, который был до этого. Ну, у нас беда какая была в футболе, у нас не могли, они бегать, им не хватало функционалки. А сейчас смотришь, бегают от начала до конца. Реально бегают. Это вы как тренер, который четко знает, как надо простраивать тренировку. Изменилась тренировка у них? Наверное, что у них, да, функциональная подготовка стала лучше. То есть на физо отдают больше времени? Ну, как же, надо же. 90 минут хочешь, не хочешь, надо бегать. Мало того, что финты крутить, как наши сейчас молодежь, я смотрю. Надо еще уметь бегать. А мне вот интересно, с какого возраста можно ребенка в спорт отдавать? Вот когда мне понять, что все, мой ребенок, он готов для серьезного спорта? Как понять, что готов ли ребенок к спорту высших достижений? То есть пойдет ли он далеко или нет? Высших достижений, это надо сначала подойти к этому уровню, чтобы понять. То есть те родители, которые говорят, мой ребенок будет на Олимпиаде выступать, когда они только первый день привели, ну, грубо говоря, в легкую атлетику, он будет на Олимпиаде выступать на летней? Нет, так и бывает. Так всегда бывает. Так и бывает. Есть какая-то основания под это дело? Да, это какие-то родительские амбиции или они исходят из способностей ребенка? Вот как обычно? Нет, это родительские амбиции. Мы хотим, чтобы наш ребенок чего-то достиг, чтобы он у нас там выступал на Олимпийских играх. Ну, сейчас, правда, это сказка. Но сразу же хочется задать вопрос родителю. Ребенок хочет. И что отвечает родителям? Захочет, бывает так. Прям захочет. Захочет. Я вас уверяю на следующий раз, захочет. А бывает такое, что вот приходит, плачет на тренировках, говорит, я не хочу. Конечно. И как вот вы с этим? Ну, по-разному с родителями разговариваешь, что вот зачем принуждаете? Ведь не хочет, толку никакого не будет. Захочет. Бывает и так, захочет. То есть как-то разговаривает с ребенком, находит подход и смотришь на следующий раз, правда, да, не плачет, старается. Ну, чаще всего, конечно, бывает, что нет. Но ведь не из каждого ребенка можно вырастить чемпиона, нужны какие-то предпосылки. Вы видите в них, что вот этот побежит, а этот нет? Я сто раз уже говорила и в очередной раз скажу опять же, что Татьяна Фирова пришла, она была обычным ребенком. И она обычно делала тренировки и обычно тренировалась, и она еще класса, наверное, до девятого. То есть не было... А где тот перелом произошел? До девятого класса не было, и никто бы не сказал, и я никогда не думала о том, что вот до девятого класса это будет вот Таня Фирова, такая звезда. Обычно ребенок, как я всем говорю, труд, все перетрут. Сейчас занимаемся еще с дошколятами, даже вот в дошколятах, в них видно, кто уже на сегодняшний день, там, с пяти лет, который уже может, вот он стремится к чему-то, может он трудиться, ну, конечно, тяжело. Но он старается, он настарается, выполняет упражнения от одной тренировки к другой, вот это видно, что да, это уже проявление характера, да, в пять лет уже есть характер. Ну да. Ну, а чего же тогда? Если он будет так дальше ходить заниматься, конечно же, у него что-то получится. А который приходит и в 12 лет бесхарактерный, но хоть тут у тебя семь пядей во лбу, но не будет из него ничего. Даже если физические данные хорошие. А бывает так, приходит, вот все, его даже тренировать не надо, он сам бежит, сам прыгает, это у него природа его так надарила, ну, год, год, потом заканчивается, надо же, чтобы же труд еще был. То есть он до определенного предела доходит, а дальше надо переступать через себя. Ну, просто если нет характера, то не будешь ты чемпионом, Кирилл. Характер нужно... Ну, я-то, естественно. Характер нужно у детей, я все время говорю, с детства воспитывать, прям с рождения, погремушку дал, отнял, покажи, чтобы тянулся за ней, вот. Вот это совет по воспитанию от Марины Юрьевны Мачкаевой. Отними игрушку у ребенка. Все победы, да, сегодняшние, они же... Когда-то были заложены. Да, когда-то были заложены как раз вот детям. Не было бы сегодняшних спортсменов олимпийских, не было бы даже победы нашей сборной. Да, Стас молодец, Стас космос. Но если бы не было тренеров, если бы не было базы достаточной, то и не выросли бы звезды, не выросли бы чемпионы. Вот сегодня наш детский спорт, да, он готов. Давайте на локальном уровне. Да, через 5, через 10 лет у нас были чемпионы. В Сарове. В Сарове? Да. Как обстоят дела с детским спортом в Сарове? Надо, чтобы был сильный тренерский состав, чтобы были чемпионы. Есть он сегодня? Сегодня есть, но его надо держать, его надо привлекать. Вот чем? Как? Как заинтересовать тренера в работе? Ну, вот молодых у нас хотят все руководство, завозить молодых тренеров. Молодых тренеров, конечно, можно на годочек привлечь, завлечь, привезти. Но у нас квартирного вопроса нет в городе. Хоть это тренерский состав, хоть это врачебный состав, хоть какой у нас нет. Все живут в общежитиях. В общежитиях долго не прожили. Это неинтересно, ехать в закрытый город, жить в общежитии. Нет, у нас нет. Нужно делать программу молодого специалиста, которого вы обеспечили бы жить льем. Это в первую очередь. Ну и, конечно, за зарплату, которая равна 12 тысячам. Ну, мало кто поедет, да. Мало кто поедет. Ну, какой тренер будет? Ну, по молодости, пока он один, может быть, да, в интересах. Мне кажется, даже одному сейчас на 12 тысяч не прожить. 12 тысяч. Ну, даже если ты живешь в общеге, мне кажется, это не прожить. Это смех. Может быть, как даже как-то молодым специалистам давать там на 3 года, я помню, такая программа была, первые 3 года, там как-то стимулировать, да, чтобы он заработал. Потому что он приходит, он молодой, но он возьмет вот этих маленьких ребятишек, но он не сможет вам показать вам результат завтра. И через год. И через год, и через два, да и через три, может быть, не сможет. А через сколько? Он будет стремиться, но 5 лет результат достигается высокий. К стратегии развития вернемся. Одно из направлений, да, вот сейчас уже озвучено, мы не можем привлечь тренеров, потому что мы не можем привлечь им, предоставить им жилье и не можем предложить им интересную зарплату. Из-за этого страдает вообще просто вся спортивная сфера в городе по большому счету. Ну, грубо говоря, да. Не, ну, с другой стороны, можно же не завозить, можно же опираться на свои, на свой тренерский состав. Те, кто есть, у нас очень много. Я вот как человек, который в спорте работал, в спортивном учреждении, я точно знаю, что есть тренеры, которые готовы, да, показывать результат. Главное, чтобы в ответ было что-то. Да. Что? Что? Ну, опять же. Все опирается в деньги? Да, все опирается в деньги. Зарплата? Есть результат, есть зарплата. Но все равно же нужно же тренера за результат стимулировать? Да, конечно. Обязательно нужно. А у нас нет. И потом еще тренерский состав, да, у нас есть хороший тренерский состав, но, к сожалению, он не молодеет. И нужно привозить хотя бы, чтобы взрослые тренеры уже делились опытом с молодежью, с молодыми тренерами. А то мы не успеем молодых тренеров привезти, как у нас остается, и идутся на пенсию. И будут у нас замечательные спортивные сооружения, но не будет на них специалистов, тренеров в этих прекрасных спортивных сооружениях. Вот тот самый человеческий капитал, о котором с тобой говорили в начале программы. Можно сделать все, что угодно, но если нет людей, то это будут мертвые вложения, по большому счету. Люди идут к человеку, специалисту, к тренеру. Новый стадион, который построили, он дал какой-то толчок к достижению новых результатов или нет? Это очень хорошо, готовиться к сезону, к летнему, бегать по дорожкам. Но нам не очень удобно, потому что стадион здесь, а наше учреждение, спортивная школа, находится внизу, около висячего моста. Взрослые ребятки уже бегают бегом на этот стадион, ну и мы с ними, а с малышами мы пока будем ходить туда-сюда. Ну да, неудобно в этом смысле. Чужое сопровождение сидела. Вот я, кстати, буду верить, опять-таки, да, буду оптимистом, что все-таки вот эти все вопросы, которые поднимаются сегодня спортсменами в Сарове, они будут услышаны, и они найдут какое-то отражение, да, в этой стратегии, которая пишется до 35-го года. Потому что будет очень обидно, если Саров перестанет греметь на весь мир. Своими спортсменами. Я не побоюсь сказать на весь мир фамилиями спортсменов. А все начинается с кого? С тренера. С тренера. Конечно. Поэтому мы желаем вам спортивных успехов, спортивных побед. Самое главное, чтобы вас услышали и вам пошли навстречу. Наши футболисты продолжают триумфальное шествие к званию чемпионов. Уткин и Слуцкий больше не будут комментировать матчи на Первом канале. США вышли из Совета ООН по правам человека. Чтобы считаться средним классом, в Москве необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей, в регионах от 60. А митинги и протесты против повышения пенсионного возраста запретили из-за футбола. О том, что еще произошло, узнаем вместе с каналом Медиаликс. 13 июня президент России Владимир Путин освободил от должности своего советника по вопросам развития интернета Германа Клименко. За два с половиной года его работы в России успели принять пакет Яровой и закон о правильной забвении. Заблокировать сотни сайтов, возбудить десятки уголовных дел за репосты и комментарии. И начать войну с Телеграм. Клименко изо всех сил поддерживал решение Роскомнадзора о блокировке неугодного мессенджера. И вдруг, сразу после увольнения, совершенно неожиданно сам зарегистрировался в Телеграм. Телеграм шикарный продукт и мне бы искренне хотелось, чтобы конфликт был разрешен. Это сказал не я, это сказал Герман Сергеевич. По данным канала Лентач, Министерство финансов подготовило поправки к закону проекта о страховании, которые на фоне повышения пенсионного возраста НДС едва не остались незамеченными. Рассказываем. Если поправки примут, то при утере незастрахованного жилья в случае пожара, наводнения или другого стихийного бедствия россияне смогут получить замен жилплощадь только по договору социального найма. Сейчас всем потерявшим жилье из-за стихийного бедствия его выделяют в собственность. Но если утраченное имущество было застраховано, его владелец получит либо деньги, либо новое место жительства, если, конечно, таковое имеется в жилищном фонде региона. Планируется, что компенсация должна составить не менее 300 тысяч рублей. Ни один телеграм-канал не прошел мимо новости о том, что Инстаграм запускает новый сервис IGTV. И хотя видео в нем можно будет заливать и смотреть только в вертикальном формате, зато длительность его возрастет с одной минуты до целого часа. В отличие от сторис, в IGTV есть возможность перематывать видео, а процесс переключения между записями напоминает щелканье телеканалов. Включение каждого нового видео сопровождается коротковременным белым шумом. В компании надеются, что IGTV станет новым телевидением для молодежи. На канале Медиаликс появилась чудесная новость. Фотограф из Москвы терпел-терпел, да и высмеял стереотипные пляжные фотографии, на которых девушки принимают одни и те же манерные позы. Для этого он попросил своего друга-художника позировать ему в полосатом купальнике на фоне волн и морского заката. Фотографы модель попытались сделать фото, которое они считают одним из стандартов пляжной фотографии, с мокрыми волосами и летящими брызгами. Правда, особенности прически модели не позволили буквально повторить такой кадр. Зато брызг был и с избытком. Следующим обязательным пунктом программы стала фотография с романтичным взглядом на закат над морем, а также легкое кокетство и летящая походка. У меня есть, я себе выписал несколько русских пословиц и поговорок. Марина Юрьевна, вам, как заслуженному тренеру Российской Федерации, необходимо эту пословицу закончить по-спортивному. Ох. Да. Итак, сделал дело, гуляй. Быстро. Нормально. Не имей 100 рублей, а имей. 100 спортсменов. Отлично. Это такая тренерская заготовочка. Не откладывай на завтра, что можешь. Что сможешь сделать вчера. Старый друг лучше новых. Трех. Неожиданно. Хорошо. Повторение. Мать. Победа. Отлично. Без труда не вытащишь. Медаль из пруда. Отлично. На этой позитивной ноте мой опросник заканчивается. Это круто. А я предлагаю нам сделать селфи с заслуженным тренером. Когда еще доведется. Марина Юрьевна, Лиза Валентиновна. Чиз. Ну, а на этом действие нашего соседского Wi-Fi подходит к концу. Через 7 дней мы снова увидимся с вами в этой студии. Поговорим, наверное, вновь о футболе, Кирилл. Ну, а о чем еще разговаривать в ближайший месяц? И о чем-нибудь еще интересном, потому что к нам в гости обязательно придет новый интересный гость. Подключайтесь к нам, оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока-пока. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова